Привет, друзья! Меня, конечно, переполняют эмоции, потому что целая куча новостей произошло в моей жизни из-за времени отсутствия меня на моем YouTube-канале. И к этому еще плюс того, что я уже разучилась разговаривать на камеру и очень сильно переживаю. И надеюсь, вы меня поддержите лайками и не будете сильно ругать, потому что это был вынужденный перерыв, к которому оправдания нет. Но все поподробнее и по порядку. Конечно, я могу рассказать все в одном видео, но это будет очень длинно и неинтересно и скучно. Поэтому это видео будет, знаете, такое вступительное введение. Я буду рассказывать то, что произошло. А если вы хотите какие-то очень-очень хитрые подробности, то пишите в комментариях, дайте мне об этом знать. И я обязательно буду снимать новые видосики и рассказывать вам, рассказывать, раскрывать темы, которые затрону в этом видео. Так что поехали. Что же произошло? Те, кто со мной в Instagram, следят за мной пристально. Кстати, ссылочку я оставлю на Instagram, потому что там я публикую сторисы, как горячие пирожки. Что-то произошло, случилось, какие-то новости, новинки, покупочки, события. Я все публикую в сторис. И вас приглашаю, конечно же. Ссылочка будет в описании. Те, кто за мной сидит в Instagram, уже знают о том, что мы переехали буквально неделю назад. И следили за нашим ремонтом, за нашими событиями. Сильно подробно я не показывала, потому что в квартире, где был ремонт, я не находилась. И ходить туда-сюда и мешать под ногами мастерам не хотелось. Теперь все произошло. Мы переехали, да, неделю, ровно неделю назад. Мы переехали, чуть-чуть вот что-то устаканилось, улеглось. И я решила, не откладывая в долгий ящик, выйти к вам с этим видосиком и немножечко рассказать. Мы переехали, да, еще раз повторю, мы переехали. Но мы не переехали из города в город, даже не с района в район. Мы переехали даже не улицы на улицу. Мы переехали из соседнего дома в соседний. Этот год для меня, хочется сказать, был. Ну, он с собакой еще не закончился. И еще неизвестно, что он мне готовит до конца этого года. Хочется сказать, был и все, и поставить на этом точку. И все, и уйди, уйди собака. Потому что в этом году этот год мне принес очень много страданий. И это не то, что там, ай, не купила новые сережки. Или не поехала там отдыхать куда-то в заграницу. Нет. Этот год для меня принес очень много слез, боли, переживаний. Это были болезни, смерти. И не одна, и даже не две, и даже не три. Выбило меня все это из колеи. Поэтому, не знаю, рассказывать об этом, только наводить на вас грусть, печаль, я не буду. Но на самом деле, те, кто опять же со мной в инстаграм, знали и видели, что происходит. В этом году, в начале года, все вообще началось с прошлого года, с конца прошлого года. Мы поехали с Константиновым в санаторий. Я считаю, что мы неудачно туда поехали. Нам дали бесплатную путевку. Ну, бесплатная путевка, это же бесплатный сыр. Ну, как бесплатно? Все равно нам с пенсии эти деньги вычитали, чтобы мы поехали. Мы там заболели, мы там простудились, нам там не понравилось. Мне там было тяжело, некомфортно, неудобно. Поэтому, не очень хорошие впечатления остались о этом санатории. Хотя, вот, вроде в Крыму, там, что еще надо, да? Ну, ладно, не суть важна. Да, началось все с прошлого года, а в начале заболели наши собаки, тоже в прошлом году, в конце года. Прооперировали мы их, это тоже тысяча одна ночь. И в начале этого года умер мой родной брат, у меня был брат родной, младший. И он жил вместе с мамой, они жили вдвоем. И когда он умер, мама осталась одна. И тут плюс еще коронавирус, самоизоляция, моя мама в зоне риска. И, как бы, автобусы не ездили, такси не ездили. И мне мама со своим горем в этом, в этой квартире одна осталась. И прям остро назрел вопрос о том, что мы будем съезжаться. Сразу предугадываю ваш вопрос, как мы съехались, как нам живется вместе. Мы до этого жили в Красноярске, в двухкомнатной квартире вместе. Я, Константин, мама и мой брат. Поэтому для нас это не новинка. Это был просто такой какой-то промежуток жизни. Поэтому мы сейчас почти что возвращаем все то, что было. Мы маме искали жилье, мама искала жилье где-то поближе к нам, чтобы было совсем хорошо и рядом. Вообще было бы хорошо в одном доме, но это не получилось. На одной улице тоже хорошо, но у мамы больные ноги. Даже если мама будет жить на одной улице с нами, все равно ей где-то ходить надо. Даже какие-то магазины поодаль создают для мамы какие-то трудности, препятствия. Поэтому где-то жить на соседних улицах тоже не вариант. Мы перебирали, 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 перебирали. И в итоге Константин увидел вот такими меленькими буковками, написанными на доме просто номер телефона, не то, что он там продается, а номер телефона. Мы назумили, зумили, прозумили, потому что не видно было. И позвонили по этому номеру телефона. Оказалось, здесь продается трехкомнатная квартира. И все завязалось, все началось. Мы выставили на продажу мамину однушку и нашу однушку, чтобы купить здесь трехкомнатную. По факту здесь четырехкомнатная была, но сейчас здесь трехкомнатная, потому что здесь бывшие жильцы уже начали, хозяева, уже начали ремонт. И они сделали перепланировку, сделали здесь трехкомнатную квартиру. Поэтому те, кто видел в инстаграме, опять не забываем, ссылочка в описании, видели, какая у нас Константина большая комната. По факту здесь было две комнаты, а теперь одна большая. И кухню тоже разъединили, сделали по-модному. Теперь там кухня-гостиная, почти 30 квадратных метров. Я вам это все буду показывать обязательно, особенно дайте мне об этом знать в комментариях, я вам все покажу подробненько. Нужно было срочно, обморочно продавать наши однокомнатные квартиры и нужно было продавать их супер дорого, потому что денег на переезд, на покупку этой квартиры нам бы, конечно же, не хватило. Плюс здесь, плюс-минус, конечно, того, что здесь не сделанный был ремонт, его еще нужно было делать. И все началось, я просчитала все до мелочей. Если хотите, видео отдельное про переезд, как мы сюда переезжали, дом это или квартира это, и я вам все подробненько расскажу, на какие подводные камни мы наступили, чего нам это стоило, и вообще, что сейчас на данный момент, я вам все подробненько расскажу. По поводу работы моей, по маникюре, если кто-то там уже призадумался, наверное, я уже это все закругляю, заканчиваю. Нет, все только начинается, потому что у меня здесь, вот прямо над нами будет огромный кабинет. Огромный, ну как огромный, ну большой, я вам потом покажу. Там сейчас начинается ремонт, он вернее уже начался, и будет продолжаться. Здесь мастер закончил свою работу в нашей квартире, и переходит с понедельника уже наверх, я называю это наверх. Это мансарда, мы купили трехкомнатную квартиру, и мансарду, в которой я буду работать, заниматься, снимать видосики, будет куча нового контента, будет всякого много интересного, и домашние влоги, и все будет на одном канале. Я больше не буду вот это вот, а может маникюрчик в отдельный канал, а может там домашние влоги в отдельный канал, рецептики в отдельный канал. Это напрягает, понимаете, что напрягает. Если вы подписаны на один канал, и вы видите, что вышел рецептик с этого канала, вы можете его не смотреть, просто проигнорировать, смотреть только те видосики, которые вам интересны. Либо по маникюри, либо наши личные отношения там с Константином, и так далее, и тому подобное. Поэтому я хотела начать новую жизнь, и создать новый канал, ну, почтом передумала, думаю, зачем. Пускай будет этот канал, пусть все будет на этом канале. И все самое интересное, самое вкусное будет на этом канале. Вот. И что, что. Свою квартиру мы, нашу с Константином Однушку, мы продавали по материнскому капиталу, и нам это не понравилось, потому что материнский капитал нам почти три месяца и шел, и это очень сильно напрягло наш ремонт, и затормозило, и накалило отношения с нашими покупателями, новыми хозяевами нашей квартиры, поэтому они попросили нас срочно выехать, и мы выехали не в законченный ремонт в нашу вот эту квартиру. Ну, здесь осталось, по сути, немного, но, как вы знаете, всегда мелкие доработки, они всегда тратят много времени, делают много мусора, делают всякого-всякого полно. Мы уже полностью, окончательно переехали, отдали ключи, все такое, и здесь мы со своими питомцами переехали, они уже обжились. Им, конечно, тяжело, потому что мы их закрываем на момент каких-то там манипуляций, то с полами, то с порогами, то с какими-то там плинтусами, еще что-то. Мы их закрываем в комнате, и они целый день сидят, им, конечно, это не очень нравится, но зато вечером они бегают, как сумасшедшие, друг за дружкой. И по поводу того, что еще плохого случилось, умерло две наших собачки, они заболели, и плюс старость не позволила вывести их из состояния болезни. Мы поддерживали их, как могли, терюшку и бусинку, поэтому, к сожалению, больше вы их не увидите. Но зато у нас появился новый питомец, ее зовут Слада, кто со мной в инстаграм уже видели эту бестию сумасшедшую, это просто какая-то, я не знаю, отрада в нашей жизни. И да, вот так вот произошло. Я не знаю, что здесь говорить. Короче говоря, в общем, понимаете, что очень много всего негативного в этом году у меня произошло. Плюс переезд, он сам по себе такой не особо положительный, потому что, ну, это физически тяжело, это морально тяжело. Плюс ты привыкаешь к зоне своего комфорта, тебе не хочется из этой зоны выходить. Ты понимаешь, что это все временно. Эти все переезды, перестановки, коробки, там всякие ящики, это все временно, это все уйдет, это все прекрасно, понимаешь, но все равно тебе не хочется уже. Тебе хочется спокойно пойти сделать то, что ты любишь, пойти туда, сделать то, поспать или еще что-нибудь, когда у тебя целый день какие-нибудь мастера по квартире ходят, ты даже в туалет нормально сходить не можешь, потому что мелкими перебежками так получается. Вот такое у меня сумбурное сегодня для вас видео. Я, конечно, буду вас держать в курсе. Я теперь буду снимать, обещаю вам, буду снимать больше видео. Вы обязательно подписывайтесь. Я вам хочу рассказать, знаете, о чем? О переезде в Крым. Кто собрался переезжать в Крым? Какие здесь есть сложности? Стоит ли переезжать? Не стоит ли переезжать? Кому стоит переезжать? На что обратить внимание? Я думаю, что я даже сниму серию таких видео, именно со своей колокольни, то, что знаю я. И если вам это интересно, то, конечно же, напишите мне в комментариях. И обязательно подписывайтесь и ставьте колокольчик, потому что он вас будет оповещать о выходе новых видео, которые теперь будут выходить регулярно. Что касаемо маникюри, здесь у меня за спиной небольшой хаос, бедуа и беспорядок, потому что здесь у меня стоит временно мой маникюрный стол. И маникюри все еще пока в коробках. Я доберусь до нее обязательно. И что-то дома, пока там наверху будет ремонт, пока я там буду все это благоустраивать, обустраивать, все еще будет, конечно, здесь. Потом это все уйдет туда наверх, и мы с вами, моими учениками, будем встречаться там наверху. И вы там наверху не топочите, как слоны. Вот, что еще? Пишите свои вопросики, я буду по мере их поступления копить, копить, копить. И снимать видосик тоже на эту тему, на тему вопроса и ответы. И, пожалуйста, пожалуйста, проявите активность, потому что я хочу, чтобы вы дали мне знать о том, что вам интересно, вы за меня болеете, переживаете не только за меня, но и за всю мою семью, и маму, и Константина, и за всех моих питомцев. Так что что-нибудь напишите и обязательно поставьте пальчики вверх. А я с вами ненадолго прощаюсь. С вами была Светлана Соколова. Увидимся. Пока.